13 апреля текущего года в семье Закировых родилась девочка. Счастливые родители, не подозревая беды, после выписки уехали домой. Знали одно, что ребенок родился маловесным и у мамы при родах были воды мутными. Но, как утверждали на то время сами врачи Каннского роддома, такое явление считается нормальным. Ребенок родился здоровый, полностью в срок, как бы получается, ни позже, ни раньше. И никаких, как бы, этих не было. И она родилась 2,500, получается, маловесные. При выписке нам ничего не сказали, как бы ребенок здоровый, здоровый, да. Если вернуться к тем событиям в том, что у мамы мутные воды, должна была еще заметить врач-гинеколог, у которой будущая мама стояла на учете. Но, к сожалению, эту проблему она не увидела вовремя. А последствия в невнимательности медика – ребенок сейчас между жизнью и смертью. В этом у него, как говорится, в описании, в листочке, то, что это уже гинеколог должен был знать, что, оказывается, вода мутная, это уже какая-то инфекция идет, и должна была лечить мать, чтобы при беременности текла как положено. Но этого она не делала, получается. Ведь тревогу родители начали сразу же на следующий день после выписки. Ведь при купании под мышкой у новорожденной заметили болячку. Ранка была довольно странной. Они сразу же позвонили в роддом, но ответа такового не получили. Напомним, что в Кыргызстане действует патронаж новорожденного. Это активное наблюдение малыша первых месяцев жизни на дому. То есть имеются врачи-педиатры, которые придут сами к вам домой. И вызывать их не нужно. При выписке из родильного дома все сведения о новорожденном передаются в детскую поликлинику по месту вашего проживания. А получается, мы ребенка повезли домой, на следующий день начали мыть, ребенка купать, и увидели болячку. Мы начали бить тревогу, звонили в роддом, туда-сюда. Никто нам не отвечал. А получается, к нам уже пришла наш участковый семейный брат. Пришел к нам на шестой или то ли на седьмой день после рождения ребенка. И то я ее сам нашел, сам ее привез. У них какая-то история, сейчас непонятки какие-то. То адрес какой-то неправильно написали, то это. Ребенку резко стало плохо. Открылось внутреннее кровотечение. Самостоятельно дышать не может. Сейчас она находится в Национальном центре охраны материнства и детства. Диагноз – бронхолегочная дисплазия. Хочется отметить, результат недавней компьютерной томографии показал, что когда девочка первый раз попала в Национальный центр охраны материнства и детства, была динамика улучшения. Но врачи выписали домой, не долечив ребенка. Далее состояние ухудшилось, и теперь она снова в больнице. Сами же родители утверждают, что еще в Каннском роддоме, а также врач-гинеколог совершили большую ошибку из-за своей непрофессиональности. Если бы инфекция была бы выявлена вовремя, и этих страшных последствий можно было бы избежать. Рахат Батрибекова, Гельдебек Уламбеков, СТВ, Чуйская область.